здравствуйте уважаемые друзья рад вас приветствовать на нашем традиционном вебинаре сейчас одну секундочку еще раз добрый вечер уважаемые друзья рад вас приветствовать наш традиционный вебинаре который проходит по понедельникам на котором мы говорим о национальной транспортной системе под названием skyway и о возможностях инвестирования в этот проект который запущенный сегодняшний день порядка четырех с них с лишним лет уже четыре года успешно развивается на территории всей планеты если меня слышно видно хорошо если вы хорошо видите наш наши слайды презентации поставьте плюсики в чате если есть какие-то сложности если у вас есть проблемы либо со сбоком либо с изображением либо там вы не видите слайдов которые находятся у нас на экране да то я предлагаю вам перезагрузиться в комнату вот войти возможность другого браузера и надеюсь что все будет хорошо вебинар у нас будет сегодня состоять из двух частей мы сначала с вами поговорим в национальной транспортной системе которую продвигаем на международный рынок и вторая часть будет посвящена непосредственно инвестициям и данный вебинар он рассчитан на тех людей которые интересуются возможности формирования источника дохода для себя лично да для людей которые неравнодушны к тому что происходит в окружающем мире которые скажем так интересуются проблемами улучшения экологии нашей планеты для тех людей которые хотели бы создать свой собственный бизнес либо имеет таковой и готовы расширить скажем так границы ведения своего собственного бизнеса он рассчитан на тех людей которые имели либо имеют отношение к индустрии млм потому что им гораздо быстрее проще будет сориентироваться в том о чем мы сегодня с вами будем говорить но конечно же он рассчитан на тех людей которые стремятся к такому пониманию как финансовая независимость такому состоянию да и формирование лучшего будущего для себя самого для своих детей для своих родных и близких и всех людей которые уже стали участниками нашего проекта объединяет одно общее качество которое присуще любому участнику проекта skyway то что каждый из нас считает что будущее этой планеты будущее его самого зависит в принципе от того кого он видит каждый день зеркале то есть от нас с вами просьба к вам если скажем так слышно видно хорошо еще раз поставить плюсики и я попрошу вас написать нашем вебинаре тот населенный пункт то страну из которой вы сегодня скажем так присутствуете на нашем сегодняшнем мероприятии чтобы просто понимать географию нашего сегодняшнего вебинар и что хотелось бы отметить еще раз да напомнить что вебинар займет у вас минут 45 в принципе академический час был бы здорово если вы не отвлекались если вы скажем так не тратили время на какие-то звонки на общение в социальных сетях параллельно и так далее то что вы закрыли сейчас все свои аккаунты социальных сетей возможно вышли skype а если у вас есть там маленькие дети домашние животные лучшему чтобы они на это время перекочевали в другую комнату чтобы вы могли сосредоточиться и получить всю информацию в течение того времени что я вам сейчас озвучил вот ну чтобы вас ничего не отвлекало то есть максимально сконцентрируйтесь потому что для тех из вас то особенно первый раз на сегодняшнем вебинаре возможно вы можете упустить что-то важное что скажем так для вас служит полную картину того о чем мы с вами сегодня будем говорить мы с вами сегодня затронем тему транспортной отрасли да то есть то что в ней происходит на сегодняшний день мы сегодня с вами коснемся инновационной технологии анатолий дарочи низкий до который продвигает международный транспортный рынок мы поговорим о тех результатах кратко до той деятельности которые у нас происходит уже на протяжении четырех с лишним лет ну а для заинтересованных из вас туда сидит до конца особенно для новичков будет интересное инвестиционное предложение которое я озвучу просто в конце сегодняшнего вебинара но если говорить о транспорте давайте за нам такой вопрос здесь который в принципе касается большинства людей проживающих на этой планете в нашей стране в которой я живу я живу в россии нахожусь москве подмосковье то есть сколько времени да вот например вы сами лично и сколько денег вы сегодня потратили на то чтобы добраться например от дома до работы если вы скажем являетесь тем кто еще трудится это не на пенсии или там кто не кстати если вы являетесь студентом то этот вопрос звучит точно также по отношению к вам то есть мы достаточно много времени тратим на то чтобы добраться из точки а в точку б потому что сегодня те транспортные системы которые мы с вами используем далеки от того совершенства который хотелось бы конечно есть много фантастических фильмов например там пятый элемент да когда люди перемещаются в автомобилях летающих по воздуху и так далее так далее пока мы такого прогресса не достигли и поэтому мы связаны с теми четырьмя транспортными системами которые известны людям уже более 100 лет самый взрослый из них это водный транспорт речной морской чуть более скажем так помоложе это железнодорожный транспорт далее идет автомобильный потом авиационный как я уже сказал все транспортные системы которые сейчас вам озвучил известны человечеству сто лет и в принципе год от год от десятилетия там десятилетию до мало что меняется в данной сфере может появляется где-то вай фай может быть скажем так транспорт становится немного более экономичным но все равно он остается скажем так вредным для экологии потому что огромное количество вредных выбросов атмосферу осуществляется и с точки зрения того что происходит например сфере информационных технологий да вот если мы окунемся с вами например 150 лет назад чуть больше 200 например до скорость перемещения информации по планете и скорость перечи перемещение транспорта были равны потому что вся корреспонденция перевозилась при помощи скажем так тех транспортных средств которые будут были доступны человечеству 22 столетия назад в основном это бужевые повозки там лошади там и так далее так далее потом уже стали появляться железнодорожные составы потом стали появляться автомобили да но тут вдруг стало активно развиваться информационная скажем так в информационной сфере то есть появилась сначала там телеграфная связь радиосвязь потом проводная связь потом пришла скажем так спутниковая связь телевидение и так далее так далее так далее что мы сегодня имеем мы сегодня в считанные секунды можем получить информацию с любой точки земного шара там новости мы можем пообщаться не выходя из дома например с любой точкой земного шара где есть интернет да там может находиться наши родные и близкие, либо мы можем это делать по работе, но так же быстро мы не можем перемещаться при использовании того транспорта, который у нас с вами сегодня есть. То есть он безнадежно отстает от сферы распространения информации, то есть информационное, скажем так, направление, которое помогает человечеству развиваться, оно развивается очень быстро, семимильными шагами, действительно, каждый день фактически появляются новые какие-то устройства, позволяющие еще более ускорить обмен информацией и так далее. С транспортом все происходит не так. То есть мы по-прежнему, скажем так, как я уже сказал, имеем большие проблемы в направлении, связанной с экологией нашей планеты, потому что все транспортные средства осуществляют огромное количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Наш транспорт нельзя считать абсолютно, скажем так, удобным, комфортным и мобильным, и нам по-прежнему приходится, скажем, проставить огромное количество времени порой в очередях для того, чтобы в него сесть, либо зарегистрироваться, если мы летим самолетом, и очень некомфортно ехать внутри этого транспорта, особенно в часы пик, когда мы двигаемся, например, на работу или с работы. Я испытываю это каждый день, потому что я еду в электричке, потом я еду на метро, ну, потом иду пешком. Это как бы не самый сложный трафик для Подмосковья, потому что я знаю, есть огромное количество людей, которые едут на маршрутке, потом на электричке, потом на метро, потом либо маршрутка, либо троллейбус, либо автобус, да, и таким образом туда и обратно. Как я уже сказал, это не просто, скажем так, проезд в комфортном транспорте достаточно быстро, это толкотня, это, скажем так, духота и так далее, и так далее. Это то, что сегодня мы имеем на сегодняшний день. Плюс все транспортные системы, все четыре, водный, воздушный, автомобильный, железнодорожный транспорт, их нельзя назвать абсолютно безопасны, мало того, фактически все они в себе таят угрозу человеческой жизни. И в этом мы убеждаемся практически каждый день, когда, если вот заглядываем в раздел новостей, и железно хотя бы одна новость касается того, что где-то произошла какая-то авария, либо катастрофа. Более миллиона человек каждый год погибает в автомобильных авариях. Об этом часто говорит Анатолий Дарвич Веницкий, генеральный конструктор технологии Skyway, что современный автомобиль по отношению к человеку является более опасным орудием убийства, чем, скажем так, автомат Калашникова, который для этого специально и производится. Что еще хотелось бы отметить? То, что транспортные услуги, оказываемые как пассажирам, так и перевозка грузов, например, из одного конца планеты в другой конец планеты, с каждым годом становится все дороже. И не факт, что при этом становится быстрее, и не факт, что при этом все становится комфортнее. И вот такой вопрос достаточно простой. Вот если мы с вами ничего не поменяем в том, как выглядит сегодня транспорт, и как выглядят сегодня наши транспортные системы, что будет с нами через 10-15 лет? То есть, возможно, мы будем ходить, как вот этот молодой человек, идущий в противогазе, и будем дышать непонятно чем. Подобные ситуации в жизни человечества уже были, показывали нам в советские времена Японию, Токио, где стояли кислородные автоматы, где люди могли бросать денежку для того, чтобы подышать чистым воздухом. Огромное количество людей являются наблюдателями по отношению к этой ситуации, считая, что от них ничего не зависит. Для того, чтобы улучшить ситуацию в транспортной отрасли, нужны специальные какие-то крупные научно-исследовательские институты, огромное количество специалистов, конструкторов, инженеров, ученых, которые сделают что-то такое, что ситуация вмиг изменится. Но, как показывает практика, этого не происходит. И если вы считаете, что вы никак не можете повлиять на данную ситуацию, то я тоже могу сказать, что вы глубоко ошибаетесь, потому что сегодня мы с вами будем говорить о проекте, который как раз-таки и может внести серьезные изменения в ту ситуацию, о которой мы сейчас кратко с вами поговорили в первые пару минут нашего сегодняшнего мероприятия. Что хотелось бы отметить? Вот та ситуация, которая сегодня есть в транспортной отрасли, но она была 10 лет назад, 20 лет назад, серьезно волновала, скажем так, голову Анатолия Даровича Юницкого уже очень давно, потому что, по сути дела, на сегодняшний момент он занимается разработкой внедрения своей технологии 41 год. Потому что первое, на что он обратил внимание, это на то, что сегодня нерационально используется освоение полоземного пространства, и он просто на бумаге доказал, что, скажем так, все то, что сегодня делается в направлении освоения космоса, да, выведение грузов на околоземную орбиту, такое же количество грузов может перевести одна повозка, в которую можно будет запрячь одну лошадь. То есть по количеству грузов, поднимаемую, скажем, поднимаемую на околоземную орбиту, да, и мало того, это будет намного дешевле, чем то, что происходит сейчас. Плюс ко всему, запуски ракетоносителей, которые, скажем так, поднимаются с Земли в космос, они приносят огромный вред атмосфере. И вы знаете, наверное, кто давно следит за нашим проектом, недавнее обращение Анатолия Эдуардовича к Илону Маску и Джеффу Безосу, да, который он написал в письме, там как раз таки говорится, что увеличивать количество пусков ракет каждый год для того, чтобы использовать, скажем так, многоразовую ракетоноситель, это навредить всей планете в целом, то есть это приблизить конец нашей цивилизации. Он предлагает другую схему, это неракетное освоение космоса при помощи общепланетного транспортного средства. Частью этой технологии является струнный транспорт, о котором мы сейчас с вами и говорим. Анатолий Эдуардович Юницкий родился на территории Советского Союза, на территории Союзной Республики Беларусь, сейчас он проживает там же. За время разработки внедрения своей технологии он дважды руководил проектами Организации Объединенных Наций, которая выделяла денежные средства на реализацию технологии. В 80-х годах прошлого столетия он стал членом Федерации космонавтики СССР. У него более 150 изобретений, более 200 различных научных работ, 20 монографий, огромный объем информации непосредственно касаемо генерального конструктора технологии SkyWay, видеоматериалы, печатные материалы, отзывы, документы, скажем так, экспертизы целого ряда государственных структур Российской Федерации, которые признавали технологию струнного транспорта инновационной, перспективной, почему ее нужно использовать, какие у нее плюсы по отношению к тем технологиям, которые мы с вами используем сегодня, вы все легко можете найти на сайте генерального конструктора www.unitsky.com Как сам Анатолий Дардович называет, сайт инженера Юницкого. То есть это его название этого сайта. Данный слайд как раз таки демонстрирует то, что на протяжении фактически почти 40 лет, 36-37 лет, Анатолий Дардович пытался традиционным способом получить денежные средства от государства, либо от частных структур, которые в этом государстве были для того, чтобы реализовывать технологию под названием, сегодня она называется SkyWay. Тогда это был струнный транспорт Юницкого, струнные технологии и так далее. На каком-то этапе получалось, скажем, получить какое-то небольшое количество денежных средств и даже могу сказать больше. В начале этого тысячелетия в подмосковном городе Озеры, недалеко здесь от Москвы, в 100 с небольшим километров, у Анатолия Дардовича Юницкого был свой собственный испытательный полигон, тестовый участок, скажем так, там была построена струнная эстакада протяжённая 150 метров, на которую сбирался более 12 тонн весом грузовик на стальных колёсах и который демонстрировал действенность струнной транспортной системы. Сегодня, кстати, этот грузовик находится на территории Экотехнопарка, о котором мы с вами впереди ещё немножко поговорим. Ну, скажем так, попытки получить серьёзное государственное финансирование, либо найти крупного инвестора, который полностью бы смог, скажем так, выделить денежные средства на строительство полноценного тестового участка либо полигона, где можно было продемонстрировать всё, что из себя представляет технология Skyway, сертифицировать транспортные средства для того, чтобы в дальнейшем приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара, найти фактически не получалось. И тогда было принято решение сделать инновационный ход, о котором мы с вами сегодня тоже немножко поговорим. То есть в начале 2014 года финансирование данной технологии стало осуществляться посредством привлечения денежных средств по методике краудинвестинга. То есть была оценена сама технология, она была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США, было принято решение за номинал взять одну долю стоимостью 1 доллар и начинать привлекать инвестиции от физических лиц на выгодных условиях, предлагая совладение данной технологией, приобретая пакеты долей, с очень выгодным дисконтом на тот момент. Что такое дисконт? Это отличие номинальной стоимости доли, которая была взята за 1 доллар США, от той, которая есть на текущем этапе развития. То есть был продуман 15-этапный план реализации технологий, который бы в себя включал определение с участком местности, дальше строительство целого ряда трасс, демонстрация возможностей технологий в трех сегментах транспортного рынка на тот момент, это в грузовом сегменте высокоскоростном, междугороднем, международном и в городском сегменте транспорта. Сертификация транспортных средств, путевой структуры и всего, что относится к данной технологии. И в дальнейшем, после того, как все это будет осуществлено, приступить к тому, чтобы строить дороги в разных кулаках земного шара. То есть был разработан 15-этапный план, каждый из этапов этого плана включал в себя определенный набор работ, которые необходимо выполнить, а соответственно, чтобы эти работы нужно было выполнить, необходимо финансирование. То есть на каждом этапе был свой дисконт, то есть свой уровень доходности. И будем говорить честно, проект был самым что ни на есть венчурным. Каждый этап в себе нес определенную долю риска. То есть те инвестиции, которые делали люди, им никто не обещал завтра, что они станут супербогатыми и так далее. Но тем не менее, если проект в итоге придет к конечной реализации, то пятую часть доходов, которые в дальнейшем будет получать компания, осуществляющая строительство дорог в разных уголках земного шара по технологии SkyWay, пятая часть этой прибыли будет распределяться между теми людьми, кто стал совладельцами технологии на начальных этапах реализации. То есть на одном из 15 этапов. Сегодня мы подходим к концу 12-го этапа, об этом мы с вами еще сегодня поговорим. Ну и как показала практика, что платформа на основе краудинвестинга себя полностью оправдала. То есть благодаря этому в нашу с вами жизнь сейчас и реализовывается вот та концепция строительства линейных городов, в который вписывается очень гармонично транспортная система, неважно, скажем так, это мегаполис, либо это город среднего, скажем так, размера, либо небольшой населенный пункт. То есть города под названием линейных города, да, это города, которые строятся для удобства и проживания людей в первую очередь. То есть они могут себе сочетать и места проживания, и места для работы, и места отдыха. А транспортное сообщение так интегрировано в систему этих городов, что из любой точки А в точку Б человек может добраться быстро, комфортно и за значительно меньше деньги, чем это происходит сегодня. Мало того, что транспорт, который сегодня будет строиться, создаваться по технологии Skyway, он не приносит никакого вреда окружающей среде, соответственно, не будет страдать здоровье людей, которые будут проживать в этих городах и в тех местах, где будут строиться эти города. У этого транспорта есть огромное количество преимуществ, и в первую очередь это действительно значительно более низкие затраты на строительство дорог и, скажем так, использование этих дорог в будущем, то есть на амортизацию этих дорог. Огромное количество ресурсов будет освобождаться для того, чтобы эти деньги могли пойти в другие сферы улучшения, скажем так, человеческой жизни. А какие ресурсы будут освобождаться? В первую очередь это деньги, да, это материально-производственные ресурсы, это человеческий ресурс. То есть, как я уже сказал, будет значительно сокращено и практически сведено к нулю количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Устранятся такие проблемы, с которыми мы с вами в больших городах сталкиваемся каждый день. Я думаю, никого из вас не удивят пробки, особенно в тех городах, они могут быть даже небольшими городами, где есть, например, водные какие-то преграды, где есть мосты. Там пробки фактически постоянные. Ну и перемещаться в этом транспорте будет очень комфортно, потому что будет, скажем так, в данном транспорте не будет никаких перекрестков, не будет светофоров, то есть транспортные потоки и потоки пешеходов будут разведены по уровню, по уровням. Потому что транспорт SkyWay это транспорт второго уровня, который поднят над землей и который, скажем так, увеличивает уровень безопасности в сравнении с обычным автомобильным транспортом более чем в тысячу раз. Буквально две концепции рассмотрим городского транспорта SkyWay и высокоскоростного. Городской транспорт, представьте себе, что он будет выглядеть вот таким вот образом. Пересадочные пункты, пересадочные станции, вокзалы. Транспорт поднят над землей. Скорость этого транспорта в черте города может достигать от 50 до 150 км в час в зависимости от необходимости. Сегодня по Москве днем, в часы, скажем так, пик, транспорт двигается со скоростью, наверное, 5-10 км в час. Иногда пешеходы этот транспорт обгоняют. И не дай бог какие-то природные явления типа сильного дождя, либо снегопада. Мы сейчас находимся в зиме. Кстати, те, кто живет в московском регионе, поздравляю. У нас сегодня, скажем так, ощутилось первое дыхание зимы. Утром было минус 17 градусов, когда я ехал на работу. То есть, да здравствуй, скоро Новый год, да. Что хотелось бы сказать о данном транспорте. То есть, пропускная способность на одном транспортном плече примерно равна и даже превосходит провозной способность одной линии метро. То есть, там порядка от 20 до 50 тысяч пассажиров в час. Что хотелось бы отметить. Вот данная транспортная система по своему, скажем так, уровню затрат, которые необходимо понести для того, чтобы построить такую дорогу, в 30 и более раз дешевле, чем строительство метро в Москве. Вот если сравнивать две эти транспортные системы. Что очень важно, данная путевая структура легко вписывается уже в инфраструктуру уже построенный городок. Потому что землеотвод, который необходим для строительства данной трассы, он в сотни раз меньше, чем для строительства обычной дороги. Это вот то, что касается городского транспорта. Если мы будем говорить о высокоскоростном SkyWay, то скорость данного транспортного средства, либо данных транспортных средств, то есть 500 километров в час и более. Соответственно, мы сможем перемещаться между такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Москва-Казань, Москва-Минск, Москва-Ешкарава, либо еще, скажем, примерно такие же расстояния, примерно за два часа. То есть из центра города в центр города, если построить данную трассу. И стоимость билета на проезд, например, от Москвы до Санкт-Петербурга будет составлять там от 300 до 500 рублей за этот участок, который вы будете следовать. На самолете сегодня нагло утверждаю, что вам от Москвы до Питера лететь придется дольше. Ну, если взять, скажем так, весь путь. Вам необходимо доехать до вокзала, железнодорожного сесть в аэр-экспресс, он везет 40 минут, 35 минут до аэропорта. Не позднее, чем за час вам нужно зарегистрироваться на рейс, подождать, раздеться, снять ремень, басмаки, снова это все на себя одеть, сесть, долететь, потом дождаться выдать и шмоток, и обратно таким же, скажем так, почти путем добраться до центра города Санкт-Петербурга, например. Ну, часа четыре, как минимум, это у вас займет. То есть, если вы будете перемещаться, скажем так, в городском транспорте Skyway, например, показания ли вы по Санкт-Петербургу, пересаживаетесь просто на пересадочном пункте высокоскоростной Skyway и за два часа вы доезжаете до города Москва. Вот транспорт уже даже не будущего, а того, что мы имеем на сегодняшний день, тот транспорт, о котором мы с вами сегодня говорим. Что же из себя представляет вообще в целом технология под названием Skyway? То есть, это инновационная путевая структура, то есть, это путевая структура, которая поднята на землю, высота этой путевой структуры может составлять от нескольких десятков сантиметров над землей, до нескольких десятков и даже сотен метров, потому что есть варианты, скажем так, строительства трасс между высотными зданиями, между небоскребами, и там, скажем так, будет провисающая путевая структура. Об этом вы тоже можете, скажем, почитать на нашем сайте, на наших ленингах, то есть, информацию посмотреть в роликах, да, информации об этом сейчас достаточно. Это инновационный подвижной состав, да, который обладает высокими аэродинамическими свойствами, минимальное сопротивление к качению колеса, потому что стальное колесо здесь перемещается по стальному рельсу, да, идеальная ровная путевая структура, каждое транспортное средство снабжено специальным противосходным устройством, что не позволяет транспорту сходить с рельс либо переворачиваться, даже при, скажем так, силе бокового ветра до 300 км в час. И, конечно же, это инновационная, путевая, это инновационная, скажем так, инфраструктура, которая у себя включает здания вокзалов, станции, пересадочных пунктов, погрузочно-разгрузочных терминалов, если это касается грузового Skyway. То есть это вот то, что мы имеем на сегодняшний день. И важно понимать следующее. Я уже говорил, что было принято решение финансировать строительство и развитие данной технологии посредством краудинвестинга. И первое, на что было направлено, скажем так, основные усилия сотрудников нашей компании, это поиск места, в котором будет осуществляться строительство, как мы тогда говорили, тестового участка, полигона и так далее, и так далее. Сегодня это называется экотехнопарк. И сегодня все научно-исследовательские проектные, производственные строительные работы проходят в собственном инновационном центре, который находится у нас в Минской области, недалеко от города Марина-Горка. Называется это сегодня экотехнопарк. Там идет формирование производственной базы, тестового, сертификационного, демонстрационного центра, где вся технология Skyway испытывается, прежде чем быть проданной в разных уголках земного шара, там, где данная технология будет востребоваться. Строительство экотехнопарка в Минской области у нас началось в 2015 году. То есть первые работы были проведены, это был субботник, июль месяц, 17 июля, если не ошибаюсь, потом были изыскательские работы различные, это залегание грунтовых вод, пробы грунта. На сегодняшний день на территории экотехнопарка построено пять типов путевой структуры и создан целый ряд промышленных образцов транспортных средств. Об этом мы с вами сегодня еще поговорим. Какие и как это выглядит. За это время, скажем так, в 2014 году в мае месяце единственным сотрудником конструкторского бюро компании SkyWay был Анатолий Дородчевницкий, генеральный конструктор. На сегодняшний день огромное количество специалистов трудят с нейтрализацией технологий, и целый ряд из них работает в направлении защиты интеллектуальной собственности, в защите, скажем так, технологии. То есть это патентование, это получение сертификатов разрешительных на внедрение данной технологии в разных уголках земного шара. Есть целый ряд специалистов, которые работают в этом направлении. На сегодняшний день получено уже более 80 патентов и сертификатов целого ряда стран, таких как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Евросоюз, один из сертификатов был выдан в 2017 году, целый ряд стран СНГ, частью которых являются и Украина, и Россия, и Беларусь. То есть все это делается для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность до момента выхода технологий на рынке тех стран, где будут строиться дороги. Что еще хотелось бы сказать, что сделано за это время? То есть, начиная где-то с 2016 года, с того момента, как Минтранс Российской Федерации, экспертный совет Минтранса Российской Федерации признал технологию инновационной, было проведено целый ряд выставок, в которых принимало участие специалисты группы компании Skyway. То есть каждый год в разных уголках земного шара проходит целый ряд крупных форумов игроков транспортного рынка. То есть огромного рынка, который на сегодняшний день включает в себя, скажем так, по деньгам порядка 4,8 трлн долларов США. И вот на этих мероприятиях крупные игроки транспортного рынка расскажут о своих инновациях, достижениях и так далее. Группа компаний Skyway за это время приняла участие порядка в двух десятках таких мероприятий. Ну вот на пальцах, если их назвать, первыми из них стали инотранс 2016 и в 2018 году был второй инотранс, на котором был продемонстрирован уже высокоскоростной Skyway. То есть образец подвижного состава шестиместного юнибуса, который будет разгоняться до скорости 500 км в час. Далее это были выставки «Белорусская транспортная неделя 2016-2017», «Транспорт России» 2016-2017, «Ревый тех Индонезии» 2017-2018, «Смарт-сити Индия» 2017, «Фьючер-сити-шоу» в Дубаях, которое состоялось весной этого года. И как показала практика, да, именно с этого момента, очень серьезно, скажем так, начались переговоры на территории Объединенных Арабских Эмиратов, как показала практика с апреля-смая 2018 года начато строительство инновационного центра Skyway на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Каждая выставка, на которой присутствуют специалисты группы компании Skyway, она внесла свою лепту в первую очередь чего, да, популяризация информации о нашей технологии, огромное количество специалистов мира транспорта, представителей администрации различного уровня, фактически со всех континентов мира узнали о технологии Skyway, огромное количество средств массовой информации, мы об этом еще, скажем, стало, скажем так, публиковать информацию о развитии группы компаний Skyway, о технологии небесного транспорта, небесных дорог, как это называют в целом ряде публикаций. То есть каждая выставка, она, как я уже сказал, внесла свою лепту в развитие нашей технологии. Вот. Что еще хотелось бы отметить, да, то, что помимо того, что технология была представлена на крупных международных форумах, конечно же, параллельно шло активное развитие нашего производства, да, то есть на сегодняшний день на территории Республики Беларусь находится целый ряд производственных площадей, которые являются собственностью компании. У специалистов компании, у сотрудников группы компании Skyway, у наших, скажем так, конструкторских кадров, да, работающих в конструкцию бюро, есть целый ряд достижений. Это целая линейка двигателей мотор-колесо, собственная разработка, которая устанавливается на транспортные средства Skyway. Это автоматизированная система управления движением и безопасностью движения, да, это использование различных новейших материалов для создания подвижного состава и путевой структуры. Ну, и важно отметить, что на производстве группы компании Skyway на предприятии струнной технологии в Республике Беларусь сегодня используются самые что ни на есть новейшие оборудования в целом ряде направлений, станки с программным управлением и так далее. Важно отметить следующее, что в процессе внедрения идеи струнного транспорта, да, технология совершенствуется, появляются новые идеи. Мало того сказать, что есть целый ряд транспортных средств, которые в момент старта нашей компании даже не задумывались над ними, да, то есть это двухместный Unibike, это Univind, суперлегкий транспорт, суперлегкая путевая структура. Ну, мы об этом два слова впереди еще скажем. То есть специалисты, которые трудятся в тылу, огромное им спасибо, и благодаря им сегодня скорость, с которой развивается наш проект, она невероятна не просто по меркам какого-то высокотехнологичного, да, но и инфраструктурного стартапа. Вот. И как я уже говорил, что технология, скажем так, разрабатывалась Анатолий Дарычем Юницким уже на протяжении четырех десятков лет, но важно отметить следующее, то, что мы сегодня как никогда близки к тому, чтобы она была реализована. Важно еще отметить следующее, что с того момента, как мы стали принимать участие в целом ряде крупных международных транспортных форумов, да, практически каждую неделю сначала там две-три делегации, а сейчас чуть ли не каждый день территории Экотехнопарка, конструкторских бюро производства посещают различные делегации, да, и причем делегации есть как правительственные, от различных научных структур, от институтов разных, да, и делегации администрации различного уровня разных городов стран мира. То есть это было и Турция, и большое количество делегаций стран Юго-Восточной Азии, и Южная Америка, и Австралия. И специалисты нашей компании также, скажем так, участвуют в различных форумах, где делают доклады, где знакомят людей с тем, что из себя представляют наши технологии, проводят огромное количество переговоров в разных уголках земного шара. На данном слайде вы можете видеть фотографию Анатолия Дарчуиницкого вместе с одним из духовных лидеров нашей планеты, это Далай-Лама. Это было в мае 2017 года, после того, как была проведена выставка Smart City 2017. Анатолий Дарчуиницкий удостоился аудиенции Далай-Ламы, и там, кстати, был предложен проект строительства дороги от железнодорожной станции до города Хармсала, где находится штаб-квартира Далай-Ламы для того, чтобы паломники, которых огромное количество, каждый год посещают этот город, чтобы им было легче добираться до, ну, скажем так, того места, где находится их живая святыня. Вот таким вот образом. То есть Анатолий Дарчу заручился поддержкой одного из духовных лидеров планеты, который благословил его на то, чтобы данная технология была реализуема, чтобы она вошла в жизнь людей. СМИ. То есть раньше мы посвящали огромное количество времени на том, чтобы рассказать, какое средство массовой информации, что о нас написало, да? Ну, сейчас я хочу сказать следующее. Наверное, не проходит дня уже, чтобы где-то чего-то не было сказано о технологии SkyWay. О нас сегодня рассказывают интернет-порталы, о нас сегодня рассказывают различные телевизионные каналы на территории практически всего земного шара. Информацию о технологии SkyWay печатают в журналах целый ряд авиакомпаний, например, размещать информацию в своих журналах, которые вкладываются в кресло во время полета, да? Печатная пресса. То есть сегодня недостатка в информации о нашей технологии нет. А я помню еще начало 2016 года, когда мы радовались, когда раз в месяц она сто-то написала хорошую статью, потому что информация появлялась редко, в основном она была негативного, наверное, качества, потому что много, огромное количество людей сомневалось в том, что мы что-то сможем сделать, что мы вообще что-то реализуем, там и так далее, и так далее. Но, как показала практика, да, скептики оказались неправы. То есть мы дошли до того состояния, когда о нас сегодня говорит весь мир, и мы с гордостью заявляем, что нам есть сегодня чем похвастать. И все это благодаря тому, что когда-то в январе 2014 года на первой презентации собралось там пару десятков человек, и несколько из них поверили в то, что Анатолий Дарович Юницкий хочет реализовать данную технологию, и все, что ему необходимо на тот момент, это просто денежные средства. Потому что воплощением железе, да, те идеи, которые есть у нас генерального конструктора, они реализуемы. И вот именно благодаря тому, что на тот момент какое-то количество энтузиастов поверило в реализацию технологии, а сегодня этих энтузиастов несколько сотен тысяч на территории земного шара, вот, например, в компанию Skyway Capital инвестировали люди из 210 стран мира. Да, это вот так вот за 3-4 года, которые развивается данная технология. И все, что на сегодняшний день сделано, да, все, чего компания добивается, она, как правило, перед своими инвесторами, со владельцами технологий отчитывается о том, чего достигла, чего нам ждать в недалеком будущем, да. И помимо всего прочего, люди понимают то, что они имеют возможность в недалеком будущем получать серьезный доход в виде дивидендов на те доли, которыми они владеют. Да, возможно, кто-то понимает, что сегодня можно создать бизнес, благодаря которому, скажем так, значительно улучшить финансовое состояние себя и своей семьи на сегодняшний день, конечно же, люди чувствуют еще и моральную, духовную причастность к тому, что данная технология может изменить состояние мира в лучшую сторону, что данная технология может стать объединительной и объединить весь мир. Ну, в отличие от того же интернета, например, да, хотя интернет, с одной стороны, отличная штука, но именно технологии, которые могут объединить весь мир, да, то есть как бы так сделать мир этот дружным, чтобы люди развивались вместе, думали о том, как улучшить нашу планету, интернет пока, к сожалению, не стал. А данная технология, она сократит расстояние, она сократит, скажем так, время в пути. Мало того, все достижения интернета, которые есть на сегодняшний день, данная технология впитает в себя. На данном слайде вы видите довольных людей, которые были на одном из трех мероприятий, проводимых нашей компанией раз в год на территории Экотехнопарка. Это Экофестиваль. Они были в 16, 17, 18 году. И для тех инвесторов, которые успели стать совладельцами технологии до апреля 2017 года, было создано звездное небо SkyWay, так оно называется, на территории Экотехнопарка, есть первый анкерный опор, на территории которой находится музей SkyWay. И потолок этого музея – это имена и фамилия тех людей, которые инвестировали денежные средства в реализацию данной технологии. То есть все, что на сегодняшний день создано нашей компанией, это все благодаря тому, что какое-то количество людей в 14 году поверило в реализацию данной технологии и начало двигаться вместе с Анатолием Дородовичем Юницким. А что на сегодняшний день сделано, скажете вы. Все, что сегодня осуществляется, это строительные работы, это работы по проектированию, производству, испытанию моделей, сертификация, различные, скажем так, организации тех же выставок и так далее. Все это происходит благодаря тому, что наша компания развивается по системе краудинвестинга. Что еще хотелось бы отметить, то что на сегодняшний день мы имеем 7 видов образцов подвижного состава. Здесь на данном слайде вы видите Юнитрак, это грузовой образец транспортного средства, который может перевозить сыпучие грузы. Также вы видите три вида транспортных средств, такие как 18-местный трехсекционный Юникар, разработанный по технологии, скажем так, при помощи программного обеспечения компании Досов Систем, то есть программного обеспечения 3D Experience, это индустрия 4.0. Юнибайк, это одно из транспортных средств, о котором в момент запуска нашего проекта никто и не думал, что будет такое транспортное средство. А сегодня действительно заинтересовало, скажем так, людей из целого ряда областей жизни человечества. Но в первую очередь данное транспортное средство очень удобно использовать, например, в туристическом бизнесе, где можно осуществлять какие-то прогулки на большие расстояния, ландшафты рассматривать с высоты. Потому что данное транспортное средство, путевая структура, она легко возводима, не наносит никакого урона окружающей среде. То есть, например, территория каких-либо заповедников, там, я не знаю, парков и прочее, она никак не пострадает. Зато выигрыш будет в том, что люди смогут, скажем так, все эти красоты наблюдать, ну, не совсем с высоты птичьего полета, но тем не менее сверху. Я думаю, многие из вас ездили, например, на каких-то канатных дорогах и замечали, как красиво наблюдать тем, что расположено внизу, находясь там на высоте 30, 40, 50 и более метров над землей. 14-местный юнибус, да, то есть это вот три транспортных средства, которые вы здесь видите, здесь пассажирского, скажем так, направления, они все прошли сертификацию. Дальше мы имеем такое транспортное средство, которое было представлено на международном мероприятии, прошедшем в Берлине в сентябре, это Иннотранс 2018. Это долгожданное, скажем так, мероприятие, где все ждали, как же будет выглядеть транспортное средство, которое сможет разгоняться до скорости 500 км в час. Здесь также есть тот самый юнивинт, о котором я говорил, легкое транспортное средство и путевая структура, которая будет выдерживать данное транспортное средство, там толщиной с мои три пальца, то есть там, грубо говоря, труба-тройка, внутри которой будет также натянута, скажем так, струны, и данная путевая структура будет предназначена для того, чтобы люди смогли перемещаться внутри транспортного средства. И здесь вы видите восьмиместный Юникар, который, кстати, недавно на прошлой неделе, там, дней 7-10 назад был представлен в Дневных Арабских Эмиратах вместе с Юнибайком, то есть и наследный принц Абудаб или Дубай, наследный принц Дубая, лично, скажем так, посмотрев, что из себя представляет данное транспортное средство, посидел внутри и дал свою оценку транспортному средству. Что еще хотелось бы отметить? В факультативном режиме, как было сказано, да, специалисты нашей компании, конструкторы еще придумали Юни-Мобиль, пока у него такое название, это транспортное средство, которое позволяет людям с ограниченными возможностями передвижения, то есть, как правило, это инвалиды-колясочники, да, управлять транспортным средством. Двухместный электромобиль, который может разгоняться до скорости 100 км в час, и одной зарядки аккумулятора хватает где-то на 150 км пробега. Заряжается аккумулятор за 10 часов от обычной розетки, то есть, действительно, это огромный рынок для данного направления, да, возможно, это социальное направление, и может найдутся структуры, которым будет интересно помочь огромному количеству людей, которые хотели бы управлять транспортным средством, независимо от кого, потому что здесь человек, который может управлять Юни-Мобилем, ему не нужен помощник, ему не нужно покидать свои коляски, он просто нажимает на пульт, откидывается, скажем так, задняя спинка данного автомобиля, она же становится крышкой, благодаря которой, и подъемникам, да, которые поднимают коляску, человек на коляске подъезжает к рулю, органам управления транспортным средством, закрепляется и совершенно спокойно перемещается по территории города, в котором он живет. Да, данный транспорт может быть не предназначен для дальних поездок, но, скажем, в городском режиме до 150 км в день, я думаю, это просто находка. Итак, друзья, это то, чего мы достигли на сегодняшний день, да, то есть, мало ли или каждый из вас может считать по-своему, но что хотелось бы отметить, да, то, что мы раньше не говорили, никого не уговаривали, там, как бы так, не пытались стелиться под кем-то и доказывать, брызгая слюной, что у нас все хорошо и так далее. И сейчас мы этого не делаем, просто говорим. Для того, чтобы убедиться в том, что все это работает, достаточно просто собраться, доехать до города Минска, дальше до Марины Горки и увидеть этот Эко-технопарк своими глазами. То есть, то, чего мы сегодня добились, то, к чему мы стремимся. То есть, данная технология сегодня, как я уже сказал, очень близка к тому, что будет реализованной, и те люди, которые стали собственниками данной технологии посредством тех пакетов долей, которые они приобретали в группе компании Skyway Capital, да, наиболее близки уже к тому, чтобы в недалеком будущем получать, ну, то сладкое, к чему, скажем так, о чем они мечтали в тот момент, когда становились владельцами пакетов долей. То есть, это именно к распределению прибыли компании между теми, кто помог этой технологии реализоваться. И, по сути дела, короткий экскурс в истории, буквально там две-три минуты, к чему данная ситуация, которая есть в нашей компании, может привести. Смотрите, конец 70-х годов, скажем так, развития электронно-вычислительных машин, да, в голову некоторых людей, молодых предпринимателей, пришла идея использовать, создавать персональные компьютеры, чтобы в каждом доме у каждого человека была возможность, скажем так, работать с вычислительной техникой, да. Большинство людей на тот момент покрутили пальцем у виска и сказали, что это утопия, это никому не нужно, большие ВМ – это выход, скажем так, для человечества в целом и так далее, и так далее. К чему мы сегодня пришли? Те люди, которые инвестировали денежные средства в развитие вот той идеи на тот момент, они сегодня стали мультимиллионерами, миллиардерами. Когда-то железные дороги задумывались только для того, чтобы перевозить грузы, да, и никто не думал, чтобы перевозить людей, да, но те люди, которые увидели в этом перспективу, поняли, что это перспективная идея, стали вкладывать денежные средства в развитие, скажем так, железнодорожной сети, строительство вокзалов, создание транспортных средств и так далее, их дети сегодня очень обеспеченные люди. Они не ломают голову над тем, чем им заниматься там каждый день, да, потому что они занимаются тем, что они любят, вот, и в принципе плоды их труда, когда человек в удовольствии что-то делает, да, не ради денег, не ради выживания, гораздо лучше, чем те, которые, скажем так, гоняются за последней копейкой и не знают, как улучшить свою жизнь. Дальше, господин Карл Бенц когда-то разработал двигатель внутреннего сгорания, но на момент, когда он его разработал, он был банкротом. Хорошо, что нашлись люди, которые инвестировали денежные средства в это направление, и сегодня по миру бегает огромное количество автомобилей Mercedes-Benz, очень хороших, качественных автомобилей, которые огромное количество, кстати, продается на территории бывшего Советского Союза, то есть, как бы так, на территории тех стран, которые нельзя отнести к странам с высоким уровнем жизни, да. Далее, братья Райт создали свой параплан, который смогли поднять в воздух, он пролетел там несколько десятков метров, потом упал, но, к сожалению, развить свою идею они дальше не смогли, и умерли фактически банкротами, а идею реализации авиационного транспорта реализовал господин Боинг, и сегодня огромная часть рынка, скажем так, авиаперевозок и так далее, да, создания авиапромышленности принадлежит этой компании, и потомки Боинга тоже себя очень хорошо чувствуют. Чему я это говорю, да, можете сказать вы? К тому, что сегодня, вот могли ли вы себе представить несколько лет назад, да, что вам просто постучится в дверь случай и скажет, слушай, проинвестируй там 10, точнее 100-200 долларов в технологию, которая там через 3-5-7 лет принесет тебе огромные денежные средства, то есть, да, и эта технология сегодня называется Skyway, и специалисты, которые от мира транспорта специалисты из финансовых кругов сегодня говорят, что технология Skyway, вот в данный момент они видят, как мы развиваемся, да, войдет в жизнь людей намного быстрее, чем технология под названием интернет, да, представьте себе, 70-й год, конец 70-х годов, вам стучится в дверь Билл Гейтс и говорит, дай мне 100 долларов, да, и ты станешь богатым. Вот зная результаты сегодня, я думаю, любой из вас бы эти денежные средства вложил, вот сегодня похожая ситуация в нашей компании в технологии под названием Skyway. Что еще хотелось бы отметить, наше конструкторское предприятие, скажем так, наше научно-производственное предприятие, которое находится на территории Республики Беларусь, за эти годы получило все разрешительные документы, позволяющие, скажем так, работать с созданием проектной технической документации до конечной реализации, до строительства трасс, до приемки трасс в работу и так далее, и так далее, и так далее. В прошлом, в 2017 году предприятие струнной технологии стало членом торгово-промышленной палаты Республики Беларусь и стало членом союза строителей Республики Беларусь. Это, кстати, вот я к чему говорю, потому что часто говорят, вы непонятно чем занимаетесь, у вас там какая-то финансовая пирамидка и так далее, и я на своей презентации всегда говорю, найдите мне финансовую пирамиду, которая стала членом торгово-промышленной палаты какой-либо страны. Вот если найдете, пришлите мне, я вместе с вами, скажем так, посмотрю и удивлюсь этому факту. На сегодняшний день на территории Республики Беларусь у нас работает порядка 800 специалистов разных направлений, и более 600 там из них в направлении инженерных кадров, конструкторских кадров, технических специалистов. Это то, что развилось с мая, с начала июня 2014 года. Очень важный момент социальный. На территории Республики Беларусь, благодаря нашему проекту, создано порядка 800 рабочих мест, где люди получают приличную зарплату, и эти люди с удовольствием трудятся над тем, чтобы реализовать технологию, о которой мы с вами говорим последние полчаса. То есть, опять же, все, о чем я сегодня сказал, можно сказать, что вы прикоснулись для кого-то к будущему, для кого-то к фантастике, для кого-то к чему-то еще, но я говорю о том, что мы прикоснулись к настоящему, потому что данная технология наиболее сегодня, чем когда-либо, близка к реализации. И тут, наверное, я прежде чем, скажем так, услышать ваши вопросы, которые, возможно, вы мне зададите по итогам нашего сегодняшнего вебинара, хочу включить все-таки видеоролик, который продемонстрировал, к чему мы пришли. И вот здесь я с гордостью заявляю о том, что 80% данного видеоролика, да, это то, что сегодня уже есть на практике, то, что сегодня перемещается, это живые транспортные средства, живая путевая структура, а не как это было три года назад, когда мы, скажем так, создавали 3D-проекции, когда это была компьютерная графика и так далее, и так далее. Поэтому я вас прошу на 4 минуты, скажем так, свое внимание сконцентрировать на ролике, который показывает, что я себе представляю технологию SkyWay на сегодняшний день, а после этого уже там буквально пару минут, и мы с вами приступим к тем вопросам, которые, возможно, у вас есть по технологии, по той информации, точнее, которую я вам давал. Еще немножко поговорим с вами об инвестициях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Маркетинг-план реально является Его основное отличие и плюс Он накопительный с самого первого дня Взаимодействия с нашей компанией Вы, скажем так, инвестируете Незначительные денежные средства Для того, чтобы получать доход И возможность вывода У вас отсутствует очень такое Важное понятие для мира МЛМ Как отсутствие потери обгонов То есть вы будете получать Положенные вам проценты С того количества уровня Которые вы достигли в соответствии с квалификацией Достаточно большая глубина, если вы достигнете высшей квалификации нашего маркетинг-плана И довольно высокие проценты То есть минимальный процент, который вы будете получать здесь по нашей партнерской программе Составляет 15% Почитать подробнее о партнерской программе вы также можете внутри личного кабинета Вы можете скачать описание партнерской программы Слайды внутри личного кабинета И понять для себя И решить, надо ли это вам или нет Итак, друзья, что хочу в конце подытожить Смотрите, мы сегодня, как я говорил, находимся во время В сжатом периоде времени, точнее Время, скажем так, сжалось У нас осталось 10 дней до окончания 12 этапа То есть лучшее, что вы можете сделать для себя и для других людей Увеличить количество инвестиций в наш проект И тем самым увеличить количество долей, которыми вы будете владеть И как можно большему количеству людей эту информацию дать Цель первая Вам потом не придется краснеть, когда вы станете успешными Что вы кому-то не сказали Второе, вы опять же, благодаря этому поддерживаете технологию Придет какое-то количество денежных средств реализации нашего проекта И приблизит момент строительства дорог по технологии Разработанной Анатолием Даровичем Миницким в разных уголках земного шара То есть с каждой инвестицией С инвестицией любого партнера мы приближаем это время Тоже понимайте это и имейте в виду Сегодня мы заканчиваем 12 этап и как сказано на слайде Скажем так, инвестирование в наш проект Закрыто по сумме, которую необходимо, скажем, собрать Для окончательного строительства экотехнопарка в Республике Беларусь Уже порядка 75%, да, то есть осталось четверть Осталось три этапа, в течение которых Люди смогут становиться еще совладельцами технологий Как быстро эти этапы будут закрываться Сейчас я вам сказать не могу Но они могут закрыться как за несколько месяцев, так и за год То есть все будет зависеть от количества инвестиций Приходящих в наш проект Соответственно эти деньги будут выполняться те работы Которые нам необходимо выполнить Что хотелось бы еще добавить Помимо всего прочего в момент запуска нашего проекта Потом где-то через год-полтора после начала его осуществления Появилась информация о том, что В дальнейшем будут организовываться адресные проекты И те, кто не успел инвестировать денежные средства Непосредственно в саму технологию Смогут только приобретать доли Тех проектов, где будут использоваться технологии То есть получать прибыль, скажем так С одной отдельно выделенной трассы Куда вы вложили денежные средства Так вот, по мере реализации нашей технологии Вот те 15 этапов, о которых я говорил В чем-то компания может быть, как некоторые считают, отстает Да, мы не закончили 15 этапов к окончанию 2018 года Но в чем-то мы опередили время Да, и на сегодняшний день речь идет о строительстве инновационного центра Skyway На территории Объединенных Арабских Эмиратов Строительство которого началось в апреле 2018 года То есть в 15-этапном плане это предусмотрено не было Но оно уже сегодня осуществляется Плюс ко всему, вы знаете, что два месяца назад почти, чуть меньше Была дана информация нашей корневой компании о том, что запускается своя криптоплатформа И благодаря этой криптоплатформе на первом этапе будет реализовываться Можно сказать, самый, на есть адресный проект По реализации технологии, опять же, в Объединенных Арабских Эмиратах И первая часть привлечения, скажем так, инвестиций через крипто-направление Через крипто-биржи Это строительство солнечных электростанций И строительство грузовых участков трасс Skyway на территории Объединенных Арабских Эмиратов Запущен отдельный сайт И вы также можете сейчас, тем, кому, скажем так, довелось стать участником нашего проекта В числе 50 тысяч первых инвесторов Вы можете обменять до 100 тысяч долей на до 2000 токенов Стать владельцами этих токенов И вероятность того, что токены эти будут расти в цене Будет осуществлена процедура ICO То есть, где будут привлекаться денежные средства Вероятность того, что эти токены будут расти в цене, достаточно высока Потому что база под этими токенами на сегодняшний день является вот та технология, которую мы с вами сегодня реализуем То есть, это ценность данного токена И еще очень важный момент для тех людей, которые привлекают инвесторов на сегодняшний день Есть люди, относящиеся к категории профессиональных инвесторов которые не хотели бы сталкиваться с какими-то сложностями и слышать ответы на вопросы, как я могу инвестировать, а не привыкли переводить денежные средства посредством банковских платежей. Есть возможность инвестирования в нашу компанию через специально созданный фонд Royal Capital Group. Внутри личного кабинета каждого партнера Skyway Capital есть данный пункт. Вы можете зайти, прочитать. Это самое что ни на есть фонд, который имеет лицензию на ведение бизнеса на фондовом рынке. У данного фонда есть своя техподдержка, у данного фонда есть свой администратор. Данный фонд каждый год отчитывается перед каждым инвестором об использовании денежных средств. И данный фонд создан как еще один инструмент для привлечения инвестиций в реализацию технологии Skyway. То есть тут и аудит из самых известнейших аудиторов в мире ежегодный. Ежегодный отчет о том, как вашими активами распорядился данный фонд и так далее. Данную информацию касаемо развития фонда Royal Capital Group давать людям, которые относятся к сфере профессиональных инвесторов и тем людям, которые готовы инвестировать крупные денежные средства в реализацию технологии Skyway. На 10 тысяч евро и выше. Как я сказал, у этого фонда есть своя техподдержка, куда вы можете обращаться с вопросами. Вам дадут более полную информацию касаемо того, как развивается фонд, что необходимо сделать, каким образом, какие документы необходимо предоставить для того, чтобы стать совладельцем технологии Skyway через фонд Royal Capital Group. Теперь, друзья, ваши вопросы. Я сейчас... Вы можете писать здесь непосредственно в чате нашего вебинара компании... Ой, в Мерополисе. То, что непосредственно вы пишете в чатах соцсетей, я сейчас постараюсь выводить благодаря моим партнерам. Так, друзья. Вопросов не очень много, но тем не менее. По какой причине, купив акции Skyway на протяжении трех лет, человек ни рубля не получил обратно? Ну, давайте так. Никто не говорил, что в течение трех лет вы получите обратно какие-то денежные средства. И было сказано, что денежные средства любой инвестор сможет получать тогда, когда технология будет реализовываться, когда в компании будет прибыль. У нас в инвестиционном меморандуме прописано, что пятую часть прибыли компании будет распределяться между теми, кто стал совладельцем технологии. Но еще один важный момент. Недавно была запущена акция нашей компании, где тем людям, кто стал инвесторами в наш проект и вошел в первые пять тысяч человек, которые инвестировали в свои денежные средства, было предложено обменять сто тысяч долей по стоимости один цен за долю. И я знаю, что большое количество людей воспользовалось данной возможностью. То есть их денежные средства, если эти люди стали, скажем так, инвесторами на самом старте, когда дисконт составлял три с половиной тысячи раз. То есть сегодня я им говорил, что он от одного к семнадцати до одного к восьмидесяти. Когда я пришел в компанию в июле 2014 года, он составлял от одного к двусотам пятидесяти до одного к полутора тысяч, да, разницы на разных пакетах, то сегодня всего от одного к семнадцати до одного к восьмидесяти. Вот те люди, которые на первых порах инвестировали в наш проект в январе, там, феврале, их уровень доходности составил у кого-то до тридцати пяти раз. То есть их двадцать восемь долларов ложные тогда превратились сегодня в тысячу долларов. Поэтому вот это где-то даже ответ на вопрос, что чек не получил ни рубля и так далее. Да, те, кто поверил на самом начальном этапе, когда риск был максимальный, компания сегодня их вознаградила. Скажите, а что дает то, что кто-то регистрируется по моей партнерской ссылке? Альфия задала вопрос. Альфия, ну все достаточно просто. Если вы дали свою партнерскую ссылку, реферальную ссылку кому бы то ни было, человек зарегистрировался, а потом приобрел какой-либо из пакетов долей, и вы при этом подписали соглашение о партнерстве с нашей компанией, а вы легко его найдете внутри личного кабинета, да, то есть прежде чем, кстати, получить реферальную ссылку, вы не сможете получить, не подписав это партнерское соглашение. Когда по этой ссылке регистрируется, человек что-то приобретает, 15%, минимум 15% от того товарооборота, который он создает, точнее от той суммы инвестиций, компания вам начисляет на бонусный счет. Вот что вам дает ваша реферальная ссылка. Если вы в статусе партнера, например, подписываете соглашение, то у вас по нашей партнерской программе появляется еще возможность получения вознаграждения со второго, с третьего, с четвертого уровня. 4, 2, 1%. Это в том случае, если вы сеть не развиваете, просто вот вы стали инвестором, кому-то дали там 10-15 людям, разбросали реферальные ссылки, и там 3-4-5 из них зарегистрировалось, например, по вашей реферальной ссылке, что-то для себя взяли. 15% с этой суммы инвестиций вы получили, что в принципе крайне редко можно встретить в мире MLM, то есть, как правило, вознаграждение с первого поколения там составляет 3-5%, ну, редко где более. Я знаю несколько компаний, но не буду называть, но знаю несколько компаний, и вознаграждение примерно такое же, как и у нас. Когда будет доступен личный кабинет на сайте СВТ, и будет ли он вообще? Спасибо. Кайрат, ну, что я могу сказать? Руководство нашей компании РСВ заявило, что этот личный кабинет создается. Если вы внимательно последите за новостью, вернитесь, пожалуйста, чтобы вопросы вы не задавали больше на вебинарах, и там сказано, позвольте нам это сделать в течение 90 дней, до 90 дней. 90 дней не прошло, поэтому пытать, скажем так, лекторов на вебинарах, ну, когда же вы мне предоставите кабинет, дождитесь, 90 дней пройдет, тогда вы можете, может, с ухмылкой задавать эти вопросы. Сейчас еще не прошло и 60 дней. На какое число запланированных закрытий? Так, на какое число запланированных закрытий? Это о чем? Не понял вопроса, если честно. В договоре указан SWIG токен. Я не знаю, что такое SWIG токен, сразу хочу сказать, да? SVT токен, да, это Skyway токен. То, что создала, скажем так, компания, это тот токен, который будет выводиться на криптобиржи. Что такое SWIG токен, я не знаю, честное слово. Где вы это прочитали? Смотрите, если у вас всплыло... Человек спрашивает, токены можно купить только за доли? Обменять, кстати, не купить, да? Вот. За 10 тысяч-30 тысяч долей можно обменять токены или нет? Если вы попали в количество 50 тысяч человек, да, и у вас всплыла информация, вам пришло сообщение, например, от компании Skyway Capital, что вы попали в 50 тысяч человек, и вы можете обменять, и у вас всего, например, 30 тысяч долей, да, вы можете с коэффициентом, который там описан, за один токен у нас уходит 50 долей, вы можете, у вас вот сразу будет, если вы нажмете согласен, 30 тысяч долей будут списаны с тем коэффициентом, который я вам назвал. Разделите 30 тысяч на 50, и вы получите то количество токенов, которое вам положено. У вас сразу спишется все количество долей, вот, и у вас будут только токены. Вот таким вот образом. Касаемо, можно ли будет купить токены потом не за доли, да, как был ответ из нашей, скажем так, от нашего руководства, что остальные наши инвесторы, у кого, скажем, этой возможности не появилась, это возможность обмена долей на токены, да, то токены можно будет купить за деньги. На сегодняшний день легко вычислить стоимость токена, она сегодня составляет 50 центов США. Вот таким вот образом. Да, с такой ли стоимостью токена компания будет выходить на при-ICO, а ICO и ответить не готов, но на сегодня, как бы, цена его такова. Приложение с ВИК токеном, в договоре тоже видно, при обмене долей на токены выскакивают условия, которые необходимо подписать, если хочешь обменять. Именно там написано, что СВИК токен, а не СВТ. Вы знаете, я подписывал соглашение, может, я не такой внимательный, но... А вы где подписываете соглашение? Потому что вот там, где я его подписывал, там никакого СВИКа не было. Ну, по крайней мере, я читал, да, там было сказано единственное, что условие, если я соглашаюсь, то обратно, скажем так, вернуть уже ничего будет нельзя, и если я, скажем, ставлю согласие, то в моей доле превратятся в токены, и потом они всплывут там в личном кабинете и так далее, и так далее, и так далее. Но вот СВИК я не видел. Итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы еще? Я сейчас вернусь в кабинет Мирополиса. «Были ли уже ходовые испытания Юнимобиля и как он будет вести себя в условиях Сибири?» Вы знаете, Юнимобиль, если вы имеете в виду транспортное средство, которое создано для людей с ограниченными возможностями передвижения, оно перемещалось, оно было испытано, оно ездит по земле. Если вы даже ролик посмотрите на сайте unimobile.by, там показано, что оно ездит и без проблем. Единственное, вот в условиях минус 45 я вам пока не могу сказать, если честно. То есть у меня просто нет той информации, что испытывали ли его в таких условиях. Но я знаю, что с того момента, как он был запущен и продемонстрирован на выставке Кинова Экспо-2018, на которой я был, минус 45 этих условий не было нигде, ни в Беларуси, ни у нас. Я предположу сейчас, что пока в условиях Сибири Юнимобиль не использовался. Будет ли это дальше испытание, не могу ответить, но по сути дела мы действительно создали концепт, создали транспортные средства. Теперь, ну, наверное, это заинтересованные люди, в первую очередь, наверное, имеющие отношение к каким-то социальным организациям целого ряда стран. В большинстве своем, скажем так, помочь людям, у которых есть проблемы со здоровьем, как правило, занимаются какие-то фонды благотворительные и так далее, и так далее, и так далее. Редко где государство на себя берет полное обеспечение этих людей. Хотелось бы так, чтобы было, да, но пока, к сожалению, это не так. Минус 45, мне кажется, его точно не испытывали. В бизнес-плане черным по белому написано «Выход на IPO конец 2019 года». Вот мне бы хотелось, в бизнес-плане чего? Выход на ICO, вы имеете в виду, или выход на IPO где это? В бизнес-плане чего? А, в бизнес-плане, который у нас есть, возможно, кстати, я, кстати, 19-й год, мы еще в него не вошли. Возможно, на конец 2019 года и будет осуществляться выход на IPO. Но, как бы сейчас, такой жесткой привязки к IPO, как это было, наверное, в момент запуска нашего проекта, я вот не наблюдаю, потому что IPO, вы знаете, оно, в принципе, в первую очередь создано, опять же, для привлечения больших сумм денег на реализацию какого-либо там проекта отдельно взятого. Сегодня, благодаря тому, что мы начали строительство в Объединенных Арабских Эмиратах, денежные средства могут переходить просто целевыми платежами с адресных проектов, которых потенциально сегодня уже огромное количество. Вот таким вот образом. Итак, друзья, что важно еще добавить, то, что у нас на носу закрытие 12-го этапа, еще есть немного времени использовать те выгодные дисконты, которые есть на сегодняшний день. Произошел целый ряд действительно важных событий. Вы знаете, что Анатолий Дарович Уницкий получил премию Мирословацкого, которая вручается там каждый год. То есть это еще один из, скажем, призов, либо признания все-таки генерального конструктора, признания его труда многолетнего и так далее, и так далее. То есть различных наград, дипломов, различных премий и так далее на счету Анатолия Даровича уже несколько десятков. Если вы внимательно судите за нашим проектом. Кстати, на сайте www.unitsky.com вы можете найти целый ряд документов по вручению, скажем так, золотых медалей ВВЦ, премии «Золотая колесница» и так далее, и так далее. По поводу официальных бумаг про токен. Коллеги, ну мы так же ждем, как и вы. То есть они создаются. То есть крипторынок вообще это рынок, который, по сути дела, не изучен никем. Он начал развиваться только последние несколько лет. Как показала практика, за последний год, наверное, произошло огромное количество ICO, более 90% из которых оказалось просто мыльным пузырем. Где люди просто заявляли, дайте нам денег, мы что-то там реализуем, но даже не собирались этого делать. Но ICO, которое собирается провести наши компании, как я вам сказал, основой, платформой, под тем токеном, который мы будем выводить на криптовой бирже, является технология, которую мы сегодня внедряем. Которая сегодня уже, скажем так, тут строится инновационный центр на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть там будут строиться трассы Skyway. Это то, к чему мы шли, то, о чем мы мечтали в 2014, в 2015, в 2016 году, вот сегодня, но на практике реализуется. Не знаю, Светлана, но вот меня, например, вот вы сейчас задали вопрос, касаемый премии мира, врученную Ницкому в денежном эквиваленте, сколько это? Я даже не задумывался. До вашего вопроса у меня даже мысли в голове не появлялось, сколько это в денежном эквиваленте. Я не могу взвесить. Я не являюсь, скажем так, оценщиком премий. У меня нет каких-то вот уровней престижности по премиям. Важно понимать, что это еще один факт признания плодов труда Анатолия Эдуардовича и так далее. Для меня это, наверное, более важно, чем подсчет, я не знаю, в чешских кронах, которые там, либо в тугликах монгольских и так далее. Сам факт, что премия вручается за большие достижения в чем-либо, в мире инноваций и так далее. И в Словакии, значит, признали, что наши технологии – это то, к чему надо стремиться, то, что нужно реализовывать и использовать. Ну, в первую очередь, на территории Словакии, раз это словацкая премия мира. Итак, друзья, если вопросы все исчерпаны, еще раз хочу вам сказать, что следите за информацией, следите за новостями. Кстати, касаемо той же криптоплатформы, вот вы задаете вопросы, заходите иногда на сайт iso.rsvsystem.com. То есть там, возможно, появится вот та самая белая бумага, там, возможно, появится one paper, которым вы сможете подробно ознакомиться, под что, скажем так, запускается данный токен, что он может дать и так далее. Хотя дорожная карта на сайте, для чего все это делается, она уже прописана. Просто зайдите внимательно, почитайте. Там все просто изложено. Для чего это делается и как мы это дело будем запускать. Вот и все. Далее, как я вам сказал, 12 этап подходит к концу. Дисконты, изменение, точнее, изменение дисконтов на 13 этап, как я вот знаю, видел их своими глазами, составляет там вот на минимальных пакетах где-то от 8%, да, и есть пакеты, которые там 20 и более процентов изменения дисконтов. И вы знаете, что в течение еще, скажем так, не сильно изменение дисконтов произошло вот именно при переходе с этапа на этап, я думаю, еще и потому, что в процессе 13 этапа планируется еще несколько раз менять дисконт. То есть если бы сразу меняли дисконт, да, то есть сразу бы это было процентов 30-40, наверное. Сейчас в процессе, я думаю, примерно там в интервале 2-3, там, может быть, 4-х недель будет меняться дисконт, уменьшаться, что, в принципе, будет, наверное, не так шокировать людей, которые зайдут в наш проект на 13 этапе, что они еще могут инвестировать, скажем так, с более выгодным дисконтом, чем это происходит, когда риском мы меняем дисконт по окончании этапа и так далее. Итак, друзья, у меня на этом все. Вот, рад был с вами пообщаться. К концу подходит, кстати, 18-й год. Желаю, чтобы итоги этого года у каждого из вас были положительными, чтобы, скажем, каждый мог сказать, друзья, коллеги, родные, близкие, я сделал все, что мог, и смотрите, чего я добился за этот год. Вот, если в этом году что-то вас не устраивало, желаю, чтобы наступающий, который будет, там, год свиней, если не ошибаюсь, да, стал в миллион раз успешнее, чем все предыдущие, которые были до этого времени. Ну и, конечно же, двигайтесь вместе с нами, проект наш развивается, да, люди, приходящие в нас в проект, круто меняют свою жизнь и меняют жизнь людей, которые вас окружают. Я вам желаю, чтобы в этом мире было огромное количество людей, которые просто вам улыбнулись и сказали спасибо, благодарю, там, и так далее, и так далее. Что вы просто информация, которую можете дать, могли изменить их жизнь в лучшую сторону. И не важно, сколько денег это вам принесет, да, важно, сколько просто обычной людской благодарности вольется в вашу душу. Вот я вам желаю, чтобы, скажем так, то добро, которое вы отдаете миру, чтобы оно приумножалось тысячекратно каждый месяц, да, и чтобы вы чувствовали себя уверенно, радостно, что несете пользу себе и этому миру. Все, друзья, спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. До свидания. Продолжение следует...